Ну, мне Олег Степовой написал на Фейсбуке, что есть такой сайт, который помогает армии, но как помочь, это какие-то свои регалии нужно выставить на этот аукцион. И если мне это интересно, то он может меня связать с теми-то и теми-то людьми. Я думаю, ну окей, давай лучше я свяжусь сразу же с ними, потому что, чтобы это было напрямую, я сто лишних вопросов не задавала. И мне сразу же рассказали, мне говорили, что любой предмет, даже автограф или фотографию, ну почему-то я решила медаль. Я, если честно, даже не помню, почему я решила медаль. Ну, наверное, самое дорогое я отдала. Эта медаль была ценой для меня тогда, когда я ее зарабатывала. А сейчас это просто лежит история. Ну, я отдавала также свои булавы, ленточку, они для меня точно так же дороги, как эта медаль. Поэтому мне все было так непросто легко отдавать. Я отдала это, думаю, ну, возможно, кто-то может купить, допустим, ленточку или булавы, и для ребенка это будет счастьем, и деньги перейдут куда нужно. Ну и точно так же получилось с медалью. Но сначала я расстроилась, что она выставлена была за три тысячи гривен, а потом больше. Когда мне ребята сказали, что деньги перечислены, я говорю, скажите, хоть кто это купил. И мне говорят, тебе на Facebook этот мужчина писал. Ну, мне много в тот момент очень писали. И то очень холодно к нему отнеслась. Я говорю, ну, я не знаю, но я же не могу каждому писать и прям в каких-то там улыбках, прям в смайлах. Ну, я всегда так аккуратненько, строго отвечаю. И там многие люди узнали, что как бы я продаю медаль на тренировках как-то, между прочим, ко мне начали подходить. Один мужчина говорит, это хотел купить вашу медаль, я поставил 100 тысяч. Но за полчаса до окончания аукциона ее кто-то выкупил. Выкупили за 100 тысяч и 100 гривен. Я говорю, вы его ставили? Ставили свои деньги? Он такой, ну да, я как бы хотел медаль и помочь армии, но не успел.